Мое утро всегда начинается с чашечки кофе и шоколадки. Кто-то скажет, что у меня зависимость. Но разве это страшно? Вот что действительно пугает, так это зависимость от компьютерных игр и виртуальной реальности. Зависимость от компьютерных игр действительно существует, и при ее возникновении игра становится главной потребностью человека. А с развитием технологий графика в них становится реалистичнее, и все больше людей становится заложниками виртуальной реальности. Если раньше ставили диагноз «патологическое влечение к азартным играм», то теперь Всемирная организация здравоохранения ввела новую формулировку – «игровое расстройство». Его присваивают тем, кто периодически или регулярно не может контролировать время, проведенное за компьютерной игрой. Такое расстройство может повлечь за собой ряд негативных последствий, вплоть до проявления агрессии. Часто говорят о возникновении зависимости от компьютерных игр, о том, что компьютерные игры, особенно, естественно, компьютерные игры с жестоким агрессивным содержанием делают людей более агрессивными, жестокими и в реальной жизни тоже. Обсуждается вопрос о том, как игра в компьютерные игры может повлиять на когнитивное развитие, особенно детей и подростков, но также и взрослых людей, даже людей пожилого возраста. Как правило, человека с игровой зависимостью не волнует ни работа, ни учеба, ни разнообразие его досуга. Вся сфера интересов – игра. Достигать какого-то успеха в компьютерной игре, речь идет сейчас о коммерческих компьютерных играх, которые построены для того, чтобы привлекать внимание, для того, чтобы удерживать внимание игроков в них, достаточно легко. И успешно состоятся именно те компьютерные игры, которые умеют правильно построить систему поощрения для своих пользователей. Остальные игры просто не становятся популярными. К счастью, развитие такой зависимости не происходит в один момент. Есть несколько стадий. Сначала это легкое увлечение, потом серьезная увлеченность и только после – зависимость. Последствия ее отражаются не только на психике человека, но и на физическом здоровье. Длительное сидение за компьютером приводит к ухудшению зрения, нарушениям со стороны желудочно-кишечного тракта, проблемам с позвоночником и другим заболеваниям. Поэтому чем раньше вы заметите у себя или у своего близкого человека признаки начинающейся зависимости, тем лучше. Ведь на начальной стадии намного проще от нее избавиться. Продолжение следует... Продолжение следует...